Патриарх Кирилл на заседании Совета по культуре обратил внимание собравшихся на печальный факт снижения проходного балла ЕГЭ по литературе и русскому языку. С 36 до 24 баллов, что в переводе на классическую систему оценок даже меньше тройки. Патриарх заявил, что не гожа в стране Пушкина, где в самое тяжелое время была преодолена безграмотность не знать русский и литературу. В итоге всем миром решили создать общество русской словесности. Только никто не обратил внимания, что в те самые тяжелые времена, когда была преодолена всеобщая безграмотность, государство было другим. Оно было построено на других принципах и экономических основаниях. Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился присутствовавший на встрече в качестве эксперта и вошедший в состав общества словесности режиссер-документалист, автор агитации и пропаганды Константин Семин. Единственное, что должно было прозвучать или не прозвучало, это то, что вот эта вся драматическая ситуация, она напрямую связана с тем общественным экономическим курсом, который мы для себя выбрали. Школа в этом смысле просто геркальным образом копирует все остальные тенденции, которые в обществе наблюдаются. И невозможно себе представить, что, допустим, экономика в стране была больная, ущербная, а школа засыпала стран с золотыми медалями и выдавала бы на горах нобелевских лауреатов. Самый важный аспект, причина, по которой сегодня образовательные стандарты падают, это то, что школа несет теперь лишь сервисную функцию, предоставляет образовательные услуги. То есть школа превращается в супермаркет, поясняет эксперт. И тут, у кого денег нет, не сможет рассчитывать на лучший продукт. Общество словесности против такой несправедливости пока предлагает введение единого списка по литературе для всех школ. Сможет ли единый учебник по истории или список по литературе стать достойной мерой по борьбе с общей тенденцией? Или разговоры об образовании, которые нам следует чуть-чуть поправить или починить, в отрыве от обсуждения ситуации в обществе и экономике в целом не имеют смысла? Время покажет. В эфире была рубрика «Экспертное мнение», специальная для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok